здравствуйте уважаемые гости и подписчики моего канала я рада вас приветствовать спасибо вам за то что вы оставляете свои комментарии поддерживайте мой канал а также пишите запросы на те видео которые для вас интересны и актуальны сегодня по просьбе моих подписчиков я сделаю расклад на колина мэдсона молодой человек родился в америке в 1991 году с детства любил природу увлекся русской культурой когда ему было 22 года он приехал сибирь и сша поступил в институт иностранных языков колин интересовался русской бурятской культурой а также буддизмом был очень общительным начитанным доброжелательным молодым человеком с иркутскими друзьями он объездил много заповедных уголков как в иркутской области так и бурятии он вел здоровый образ жизни ходил в походы он хорошо мог ориентироваться в горах и лесу знал как правильно себя вести 26 марта 2016 года колин и его трое друзей приехали к подножию саянских гор чтобы совершить восхождение на пик любви в тункийском районе бурятия молодые люди решили вставать 5 утра чтобы вернуться обратно в иркутск колин лег спать последним закрыл дверь на ключ когда ребята проснулись колина не было лежала куртка меховая рюкзак который он собрал чтобы идти в поход документов не было потому что документы находились в спортивных штанах в которых он был телефона при себе у колина тоже не было потому что он сломался друзья забеспокоились оставили ему записку дома в домике которые они сняли в аршане и отправились по деревне искать молодого человека друзья взяли машину поехали осматривать окрестности но их поиски были безуспешными они хотели найти участкового его тоже не было на месте все было закрыто они обратились в полицию следователь который вел это дело сразу же накинулся на ребят и стал их обвинять в исчезновении молодого человека когда он узнал что парень был без верхней одежды он стал обвинять его не в адекватности что он обкурился ну в общем то все это время полиция и бездействовала и проявляла агрессию к молодым людям а также к пропавшему парню только двадцать восьмого ноль третьего двух тысяч на шестнадцатого года полиция стала ребят опрашивать именно как свидетелей вот самое интересное непонятно почему колина не стали искать собаками дело затягивали 1 апреля прилетела мать колина подключила американское посольство вот тогда только поиски стали происходить более интенсивно дана мэдсона впоследствии рассказала что следователь разговаривал с ней грубо уверял что колин наркоман и гей потому что отправился в поход без алкоголя и женщин 4 0 4 2016 года труп колина был найден лесу в полтора километров от оршана молодой человек был убит но следствие настаивает что колин курил марихуану в неадекватном состоянии вышел из дома пошел до ветра заблудился и замерз в лесу мама колина медик сама при осмотре тело своего сына она поняла что его убили недавно то есть 1 апреля когда она приехала он был еще жив у него были синяки и ссадины она также видела что ее сын сопротивлялся на теле когда был найден труп колина не было ни укусов и насекомых не животных хотя прошло уже восемь суток после исчезновения и в лесу это даже вот всем понятно что если бы тело пролежала в лесу 8 суток она была бы покусана и животными и насекомыми но ничего этого не было следствие дело это сознательно развалили и до сих пор бездействует считается официальная версия все что молодой человек сам ушел сам заблудился сам умер вот сейчас я посмотрю сделаю раскат буду работать на двух колодах и посмотрю что же там на самом деле происходило первое что я буду смотреть зачем все таки зачем зачем колин вышел из дома зачем он вышел из дома зачем его эмоциональное состояние когда он выходил какое оно у него было эмоционально его состояние эмоциональное состояние что что дальше происходило с молодым человеком что с ним дальше происходило кто его убил кто его убил как как эти люди вообще выглядят так я потом сделаю дополнение так вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Какой-то шум, как призыв о помощи. На улице была достаточно агрессивная такая обстановка, и он вышел, ну причем он проявлял все-таки осторожность. Продолжение следует... Женщина, что было дальше? Вот по эмоциональному состоянию, опять-таки могу сказать, он проявлял осторожность, но у него было состояние какое-то вот уныние, какое-то вот... Вот все равно его что-то как будто беспокоило, и в то же время его как будто вот туда тянуло. Ведь он что-то вот мог эмоционально предчувствовать, причем у него такое состояние было печали. Вот как будто что-то... Знаете, когда вот праздник, и праздник омрачен какой-то конфликтностью, какой-то конфликтной ситуацией, ему было... Простите. Что дальше с ним происходит? Он начинает вступать в контакт с этими людьми, которых он увидел. Он все, он приблизился, он пошел к ним. И причем могу сказать, что я здесь вижу автомобиль, он сам, его никто не заставлял, он сам начинает с ними общаться, и эти люди, у них вообще конфликтная ситуация идет, как будто как какие-то семейные разборки. Причем мужчина проявляет агрессию по отношению к женщине. Он либо сожитель ее, либо ее официальный муж. Но однозначно между людьми происходит конфликт. И Колин вмешивается в этот процесс ненавязчиво. Он проявил, знаете, все равно неосторожность. Потому что он действовал и участвовал в каких-то вот интересах, но не своих личных, в чужих интересах. У него не было четкого какого-то плана действий. Это было, знаете, спонтанно, заблуждение было его. Он не продумал четкого плана. По собственной инициативе он сел с ними. Возможно, как-то попытаться уладить между людьми вот эту конфликтную ситуацию. Что же дальше происходит? Вообще, кто эти люди? Вот по этой карте я могу сказать однозначно. Кто эти люди? Женщина, которая замужем, либо же сожительствует с мужчиной, который носит форму. Это однозначно. И мужчина этот носит форму. Эти люди, они сами по себе, вот кто они? Целеустремленные, мужчина агрессивный, наглый, во всех видит врагов, импульсивный, знаете, такой по натуре лидер. Вот вижу цель, не вижу препятствия, такой хамоватый. Ну, я могу сказать, что этот человек, да, он проявляет агрессию, и он может проявлять насилие. Он чувствует себя хозяином в этой деревне. Значит, он однозначно человек местный, он не приезжий. И он имеет какое-то отношение к силовым структурам. Дальше то, что я вижу. Что еще? Это так же карта говорит. Это воин. Это воин, но это в перевернутом положении карта. Кто эти люди? Это человек, который все равно носит форму. Импульсивные, агрессивные, любящие выпивать. Идет вот эта конфликтная ситуация. То, что они все были нетрезвые, эти люди, это однозначно. И молодой человек хотел, в принципе, уладить какой-то конфликт. И он попал в эту жуткую ситуацию. И я сейчас посмотрю, за что его убили-то по факту. За что? За что молодого человека могли убить, если он был доброжелательно настроен, чтобы не было конфликта. Он как-то хотел, по всей видимости, утихомирить этого разбушевавшегося мужика. И пришел на помощь именно к девушке, к женщине. За что? Да, за что убили Колина Мэдсона? Вы знаете, вот изначально его никто не собирался убивать. Здесь они хотели каких-то денег от него. Это однозначно. Видно, они требовали от него каких-то денег. Они даже не сразу поняли, что он иностранец, потому что он хорошо владел русским языком. С пьяных глаз они не поняли, что он иностранец. Но потом, в ходе вот этой всей истории, когда они поняли, что приехала мать, что подключилось американское посольство, страх потери, страх потери, продолжение по служебной лестнице. Однозначно, это люди имеют отношение к власти, к силовым ведомствам. Скрыть следы преступления. Скрыть любую информацию. Там все замешаны. Я не могу сказать, что вся деревня в этом причастна, но местные жители знают, кто это сделал. Просто все сидят и молчат, и боятся. Изначально его не собирались убивать. Его, знаете, как сказать, там, может быть, денег от него хотели, может быть, еще что-то. Ну, скорее всего, там, это было связано с деньгами. Ну, какая-то должна быть, помимо денег, веская причина. А веская причина, когда они поняли, что он американец, и они его держали там в заперти где-то, они поняли, что они попали в беду. И если сейчас раскроются, они, должностные лица, и если сейчас раскроются, вот, их преступления, там полетят головы. А они испугались, просто они испугались за себя. Помимо денег, что еще там было? То, что веская, какая причина? Какая веская причина? Что? Что еще их побудило сделать такое страшное преступление? Что? Ну, опять, это, во-первых, они хотели, по всей видимости, еще алкоголя. Они видели молодого человека. Было раздражение то, что молодой человек умный, интересный, интеллектуальный. Это, знаете, идет вот такая вот ненависть эмоциональная к другому человеку, потому что он выше, потому что он интересней, потому что он содержательный. Вот те люди, которые принадлежат… Они должны защищать людей, а по факту это люди опустошенные. Там нет ничего внутри, кроме гнилья. И их, конечно же, такие люди, как Коин Мэдсен, раздражают. Умные, перспективные, молодые. Опять у меня идет карта семейного, семейного конфликта. Там семья замешана, там родственники замешаны, семья замешана. Они все сделали для того, чтобы, знаете, как скрыть следы преступления. И изначально, еще раз говорю, они его не хотели убивать. А потом им деваться было некуда. Идут однозначно, идут побои. И все это потом будет заварировано под самоубийство. Типа сам пошел, сам заблудился, сам наркоман и так далее. Побои наносились. Жестокие наносились побои. А еще я могу сказать, расовая ненависть. Когда они поняли, что молодой человек-американец, это идет расовая ненависть. Человек, который это сделал, он импульсивный человек, любит выпить, чувствует себя хозяином жизни. Могу сказать, он либо уже переехал с этого места жительства, но он там не остался. Потому что родители это дело до сих пор, они не оставляют покоя. Они хотят правосудия. Они хотят, чтобы убийцы были найдены и осуждены. Этот человек может уже даже сменить место жительства. Он мог уехать с этого Аршана, с этой деревни. За что? Да просто так. Потому что захотелось выпить. Потому что хотелось поглумиться. Потому что хотелось показать свою власть. Потому что ненависть к успешным людям. К умным людям. К грамотным людям. В этой деревне, еще раз говорю, знают, кто это сделал. Но боятся. Люди боятся. Люди знают всю правду, но сидят и боятся. Я еще раз говорю. Эти люди носят форму. И они не раз уже там хулиганили. Выясняли между собой даже какие-то отношения. Они передвигаются на машинах. Раскроет это преступление когда-нибудь? Будет оно раскрыто? На официальном уровне. Нет. Нет справедливости. Нет правосудия. К сожалению. Нарушение всех законов. Рука руку моет. Там все спустилось специально на тормоза. Потому что покрывает своих. Потому что полетят головы. И это невыгодно. Но я всегда говорю. Никогда не надо забывать, что есть закон Вселенной. И есть наказание, которое человек будет все равно нести. Он, его родные, его близкие, его дети, его внуки. Я это знаю точно, что так и будет. Если человек нарушает законы Вселенной, убивая ради своей наживы, ради своей выгоды. Либо просто так, потому что хочется поглумиться, хочется показать свою власть на земле. Человек все равно будет наказан. Если вам есть что-то добавить к данному видео, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Берегите своих детей. Берегите себя. Всего вам доброго.